Здравствуйте, это программа Вести в субботу. Сегодня я один, так как Том заболел коронавирусом, и выпишут его из больницы только завтра. Смотрите прямо сейчас. Сегодня, 30 мая, коронавирус, и добрался до Скелетонова, и заразило очень много людей, больше 30. А население у нас 1050 человек. Извините, тут были дополнения. Так вот, с этими новостями выступил премьер-министр Скелетонова, символ, именем короля Босса Борисовича. Здравствуйте, дорогие жители Скелетонова и не только. Именем короля Босса Борисовича я, премьер-министр, символ, хочу вам рассказать очень плохую весть. Раньше мы думали, что коронавирус нам не страшен, и в Скелетонова ничего такого. Ну подумаешь же, о нем последний месяц. У нас же очень маленькое население. Но мы были не правы. Сегодня, 30 мая, коронавирус добрался и до нас, и до Скелетонова, и заразил много людей. Хоть у нас и маленькое население, хоть мы и на последнем месте по числе коронавирусов, но это все равно. Поэтому я вам скажу. У спортсменов есть последний шанс играть в их последнюю игру 1 июня. Поскольку 5 июня все будут закрывать. А 6 июня начнется карантин, и вы должны оставаться дома. Так что быстрее закупайтесь продуктами и всякое такое. Но вы также можете идти в магазины, в аптечки, но в другие места вы не сможете ехать. Потому что у нас все очень-очень плохо. Даже если у вас будет пропуск, все равно вы никуда не сможете. Только в аптеку или в супермаркет. В ближайшем. Иначе вас оштрафуют на 6 тысяч скелетонских рублей. Это 5 тысяч русских рублей. Но вы понимаете. У нас как в России размер, только у нас же своя валюта. Ну, так вот. Я готов вам объявить следующее. Коронавирус это ужасная болезнь. Но которая хотя бы лучше черной смерти. Которая называется чума. Хоть ее сейчас и нет. Она была в средние века. Но это не важно. В общем, дорогие спортсмены. Сейчас я прощаюсь только к вам. 1 июня вы должны в последний раз сыграть в футбол. Зеленая команда против красной. У вас есть потренироваться всего лишь денек. Так что объявляю тренером начать прямо сейчас же и строго-настрого подготовиться. Ой, и строго-настрого заставить своих спортсменов подготовиться к чемпионату. Последнему. Возможно, это последний чемпионат. Потому что, думаю, мы не сможем справиться с коронавирусом. И похоже, это наш конец света. Но если кто-то в стране уже выздоровел коронавирусом, каким-то лекарством пусть поделится. И позвонит по номеру 8-985-232-1356 и наша страна будет спасена. А сейчас у нас как конец света. А теперь, извините, мне нужно поспать на своем балконе. Всего хорошего. Пока что в России всего заболело коронавирусом 396 575 человек в России болеют коронавирусом. Но это пока. Завтра мы с вами в последний раз видимся в 2020 году. Это была программа Вести сегодня. Увидимся с вами, как я уже говорил, завтра в двух последних программах. Вести неделя и Вести итоговая программа. Но Вести итоговая программа это тоже как Вести неделя, но это итоги всего года. Но на самом деле это только что происходило в воскресенье. А теперь до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова